3 ноября президент Нурсултан Назарбаев с официальным визитом посетит Великобританию. Это девятый по счету визит главы государства в Туманный Альбион. Насыщенная рабочая программа начнется со встречи главы государства с премьер-министром страны. После чего Нурсултан Назарбаев отправится в Букингемский дворец, где по случаю приезда казахстанского лидера королева Елизавета II организует торжественный ужин. Кроме этого президент отправится на встречу с влиятельнейшей в мире династией Ротшильдов, где обсудят глобальные экономические вопросы. Экономики Казахстана и Великобритании имеют много общего. Соединенное королевство, которое на заре своей независимости напрямую зависело от экспорта сырья, в 70-х годах прошлого столетия решает кардинально менять экономику и делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса. И не ошибается, сегодня за счет этого сектора экономики пополняется бюджет Туманного Альбиона. Великобритания один из крупнейших инвесторов Казахстана. Только за последние 10 лет объем инвестиций составил более 11 миллиардов долларов. Если мы установим сильные связи, и вы, и мы с экономической точки зрения только выиграем. В свою очередь Казахстану интересен опыт развития крупнейшего в мире финансового центра, которым считается Лондон. Во время нынешнего визита глава государства встретится с ведущими предпринимателями Великобритании и обменяет сомнениями по созданию финансового центра Астана. Финцентр Астана не имеет аналогов во всем СНГ. У вас есть все предпосылки называться финансовым хабом Центральной Азии. Неблагоприятная ситуация на мировых рынках не может не сказаться на товаробороте между двумя странами. Если в прошлом году взаимные продажи Казахстана и Великобритании превысили отметку в 1,2 миллиарда долларов, то за 8 месяцев текущего года этот же показатель составил всего лишь 810 миллионов долларов. Стороны планируют увеличить эту цифру, поэтому в ходе официального визита ожидается подписание ряда контрактов на общую сумму порядка 5 миллиардов долларов. Это проекты в сфере образования нефти и газа.